Специализация чернокожего населения тому, чтобы произошло окончательно их уравнивание в правах, чтобы их возможности действительно сравнялись с возможностями белых, это такая фантастика больше. Почему? Потому что существует объективное разграничение между этими двумя категориями американского населения. И на этих разграничениях стоит американское общество, как и любое капиталистическое общество. То есть должны быть люди, которые будут мыть посуду руками, заниматься какой-то черной работой, распространять наркотики. А, к сожалению, существенная часть экономики Соединенных Штатов, она как раз на наркотиках строится, поэтому нелегальные мигранты тут, и даже не нелегальные мигранты, а просто там вот эти низы общества, которые, как правило, являются именно чернокожими, они тут очень нужны, чтобы в основании этой пирамиды лежать, которая у них на долларе. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, эта проблема не имеет решения. Нужно перестроить все, нужно сместить эту систему вузов элитарных, вот этой методики отбора людей в эти американские колледжи, потому что на самом деле там прослойки чудовищные, фильтры чудовищные, которые мешают вот этой восходящей социальной мобильности. То есть вот этот Обама, например, ну, во-первых, он очень специфический черный, все-таки, да, он из Ямайки, и, во-вторых, это же исключительный случай, действительно, да, и его как раз-таки использовали, так же, как используют чернокожих актеров, чтобы создать некую иллюзию достижения равенства, да, что, смотрите, у нас чернокожий даже президентом может стать. Не может в Америке чернокожий стать ни президентом, ни сенатором, потому что это все какие-то отдельные эпизодические случаи, и человек, который становится и занимает такую должность, он, конечно, черным вот по своей культуре, по своим традициям, по своему образу жизни не является. И Обама это совершенно типичный американец высшего, там, среднего класса, вот, не более. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, теми методами, которыми сейчас США пытаются эту проблему решить, там, съемками фильмов или запретом называть негров неграми, конечно, эту проблему вот этими средствами решить никак нельзя. Продолжение следует...